Зимний ледостав на Волге – любимое время для рыбаков. Правда, в последнее время он начинается все позже и позже. Самые отчаянные любители подледного лова, не дожидаясь нужной прочности речной поверхности, спешат на рыбалку. А зря. Традиционная зимняя картина – залива у Чебоксарского порта. Это с десяток, а то и больше фигурок рыбаков, склонившихся над своими лунками. Причем лунки находятся по соседству с промойными. Что они там ловят для большинства горожан – загадка. Вот этот поклонник экстремальной рыбалки поймал несколько куней. И не страшно вам нисколько? Нет, у меня костюм-поплавок. Он не то, нет. Уже в который раз спасатели обходят рыбацкое сообщество. На этот раз вручаем инструкцию по безопасности. Пусть хоть дома почитают и подумают. Вот вам памятка. Эту памятку держите, пожалуйста, в нагрудном калане своей рыбацкой куртки. Потому что здесь и телефоны есть, и все. Если что-то вдруг с кем-то случилось где-то, можно всегда позвонить по этим номерам телефона. С этого же места у мужского монастыря идет по обыкновению зимняя дорожка в левобережье. По ней жители ходят десятилетиями. Но пока она не готова. Как говорят специалисты, ее надо уплотнить, проверить толщину льда. И только тогда можно будет открывать пешеходное движение через Волгу. Вдоль набережной порта стоят запрещающие знаки. Но они не помеха. В этом месте у Косогора бьют родники. Они-то и не дают застыть льду ровно. Но спасатели не устают повторять. У каждого рыбака должна быть веревка и пешня. Последние проверяют лед на прочность. Если есть сомнения, лучше это место обойти. Ходить за рыбкой лучше вдвоем. Никакой даже самый лучший улов не стоит нашего здоровья, а то и жизни. Субтитры подогнал «Симон»